До сих пор и сегодня во всей мировой литературе, включая, конечно, нашу, отношение к собственности такое. Одних, у кого есть, она делает буржуям, состоятельно, у тех, у кого нет проведения. То есть, такой, причём, так Господь Бог определил, и ничего, тут сопротивляться этому нет большого смысла. То есть, это такой, я называю, классно-религиозная методология. Я также вёл все свои исследования, все мои книги в общей сложности об этом. Правда, я выходил несколько за пределы, за рамки благосостояния только, под благосостоянием, понимая, достоинство человека и так далее, и тому подобное, взаимоотношения между людьми. Но, наконец, причём, удивительное дело, всё-таки, это творческий процесс. На юбилей, после юбилея, вот перед юбилеем у меня возникло, а ведь я что-то во всеобщем заговоре, принятом в человечестве. Я не сумел отойти от того, что с помощью религии внушено и продолжает внушаться людям. Вы рабы и будьте рабами. И не пищите, красави, не пытайтесь выходить. Здравствуйте. В чём дело? Дело в том, что человек единственное животное, которому природа ничего не дала в готовом виде. Единственное. Всем остальным, и крыша над головой, и продукты питания, всё-всё-всё есть. Человеку нет. То есть человек запрограммирован с самого начала на то, чтобы он чё-то имел. И не случайно он создаёт, он не удовлетворяется первой природой, которая его породила. Естественно, он создаёт вторую природу, производство. Таким образом, получается, что у человека, он надеём, человек, источниками саморазвития для того, чтобы быть самодостаточным, ни от кого независимым. Ни от кого, ни от физического рабства, ни от наёмного рабства, вот мы все пока в наёмном рабстве, ни от божеского рабства. Многие из нас и рабы божьи себя считают. То есть внутренний источник саморазвития – это интеллект, данный человеку для того, чтобы он мог найти себе внешний источник саморазвития. Потому что одним умом прожить невозможно. Ум нужен для того, чтобы выживать, для того, чтобы находить питание, жильё, всё другое прочее. То есть, причём очень интересна взаимосвязь между интеллектом и собственностью, между внутренними и внешними источниками саморазвития. Очень интересная взаимосвязь. Интеллект не развивается, если нет достаточного количества внешних источников саморазвития. Не только потому, что интеллекту надо пушить, его нужно подпитывать, а ещё и потому, что его интеллекту нужно подпитывать проблемами взаимоотношений, а они – по внешних источникам саморазвития. Дорогие друзья, я вас прошу, обратите внимание вот на такой аспект проблемы. Философская наука, её обязанность сказать, вот что-то создаётся, предприятели, какое-то учреждение. Наконец, общество строится. Философское обоснование должно быть таким. То, что мы намереваемся делать, имеет в перспективе источники саморазвития. И поэтому то, что мы строим, это будет самодостаточно. Без ответа на этот вопрос нельзя ни к чему приступать. Даже в какую-нибудь паршивую халупу дом, чтобы строить, человек же не начинает с того, что построит угол один, потом строит на земле, он всё-таки прикидывает, свой карман заглядывает, что где можно достать, как можно взять и додать. А мы, по существу, кто обосновал диктатуру пролетать, кто обосновал с этой позицией? Нет никакого основания, и Советский Союз прахнул. Потому что у Советского государства не было источников саморазвития. Это государство было несамодостаточно. Перестройку начали. Крахнуло. Нет перестройки. Почему? Да потому что опять не было источников саморазвития. Нет класса, который бы эту перестройку мог тянуть. Ну, эйфория, демонстрации, митинги, нельзя или другую можно ходить. А после надо кусать, кушать надо, надо иметь кусок хлеба, откуда его взять? Надо этих комбатантов кормить, одевать и так далее. Перестройка крахнула. Сегодняшний режим тот же самый. Нет никаких источников саморазвития. Разве случайно мы прожираем, проедаем то, что дано природой. Причём уже не нам принадлежит. Это принадлежит нашим потомкам. Мы давно своё съели и предыдущие поколения. Только благодаря тому, что природа слишком много дала, вот существует этот режим. То есть тоже погибли. Вот философская наука должна ответить на вопрос. Имеет ли то, что созидается, имеет ли свои источники саморазвития? Дальше вот возьмём социологию. Социология должна ответить на вопрос. Как? На какой основе строится взаимоотношение людей в этой системе? Есть ли ответ на это? Нет ответа на вопрос. Дальше возьмём. Юридические науки. Юридические науки должны ответить на вопрос. А вот это государство, которое сегодня есть, оно имеет право быть сегодня в таком виде, в каком оно есть. Ведь что такое вертикаль власти? Это государственный принцип феодального общества. Это феодальное государство. Это принцип строительства феодального государства. И поэтому в силу вертикальной власти, а в России никогда не было горизонтальной власти, всё время вертикальной власти, поэтому вот Единая Россия в насмешку называется. Единая Россия по вертикали, да. А на самом деле в России нет ни одного народа, который бы дошёл в своём развитии до нации. Потому что нация формируется горизонтальными связями. Разве бывает такая нация, которая в одном мгновении 25-30 миллионов вот исключает они в чёрте где ходят. Разве бывает такая нация, которая уже весь мир обеспечила диаспорой? Нет порошины, как мы умеем в этом уголках, где бы не было нашего народа. Люди, теоретики, настоящая нация не теряет своих людей, не теряет. Уезжает на заработки, ещё какие-то дела, но опять возвращается. А у нас с концами уехал до свидания, причём уезжает та лучшая часть, уезжает та часть, которая на себя надеется, что она там не пропадёт, а остаются далеко не лучшие, к сожалению. Это в силу касать природы. Я как председатель в Союзе должен сказать, что лучшие всё остаются. Хорошо. Это твоя позиция. Это твоя позиция. Очень бы хотелось так думать, но, к сожалению, это не так. Потому что всё-таки будущее молодёжь, а молодёжь утекает. И средний возраст тоже. 8 миллионов как не было за последние несколько лет. Причём, я привожу примеры. Хотите, я вам приведу очень интересные сведения. Мы в мирное время ни один народ никогда не терял столько, сколько мы теперь. Фактически в России идёт геноцид. Вы же знаете, российский мальчик сегодняшний 15-летний будет жить меньше, чем гражданин Сомали. Сомали, представляете? Москвич живёт меньше, чем гражданин Хальфунг-ты. Представляете себе? И этот процесс совершенно не остановит. Причём, значит, на 100 рождений 59 абортов. Люди не хотят по одному рожать, не хотят. Куда рожать? Зачем рожать? Плодить несчастных. То есть вот один очень крупный американский экономист, демограф исследует 35 лет процесс движения рождаемости и смерти. Он выступил в интернете с прекрасным интервью «Почему умирают русские?» Удивительно, рекомендую читать это 20 октября. Посмотрите, если большое интервью, 35 лет человек. У него 17 книг на эту тему написано. В общем, положение очень серьёзно. Я глубоко убеждён в том, что до тех пор, пока в данном случае конкретно Россия не задумывается о том, над вопросом, как сделать, чтобы его люди были, имели источники саморазвития, стали самодостаточными, до тех пор Россия будет пропадать. Она пропадает, причём, можно, легко так прослеживается, особенно в середине, со второй половины 19 века. даже победа не впрок. И победа даже в этой нашей великой отечественной войне, она не пошла впрок. Для того, чтобы Советский Союз крахнул, и процесс краха продолжается. Одним словом, вот проблема в том, что человек без источников саморазвития, он уподоблен скотине, домашнему домашнему животному. Но наши животные как живёт? Живёт постольку, поскольку ежедневно даёт сено там, другой продукт. Перестанет давать хозяин, подыхает. Так и наши люди. Мы, пока нас держат в силу тех иных обстоятельств на работе, мы ещё чё-то кусок какой-то хлебы имеем. А сколько безработных, а сколько несчастных людей. То есть, мы рабы. Вот это нужно понять. Конечно, это никому неприятно. Естественно, никому не хочется быть рабом. Но мы рабы. Во-первых, мы рабы как наёмные. Это не моя формула, это Маркса формула. Он, правда, это применительно к капитализму говорил. Но он не думал, что в диктатуре пролетариата на порядок хуже будет, чем при капитализме. И раб Божий, который покрывает вообще все виды рабства, все другие. В силу того, что, как говорил Толстой, Лев Николаевич, кстати говоря, вы обратили внимание, вот было столетие Путин, Медведев, одно слово хотя бы сказали, величайший человек во всём мире издают книги, переиздают, фильмы создают. Ни слова, ни звука. Понимаете, Толстой это не русская величина. Это не русская степень культуры наших руководителей. Вы знаете, не любишь Толстого, потому что ты православный и предпочитаешь веровать в Кирилла. Твои проблемы. Но Толстой это же всемирный чудо, это чудо, это человечество, человечество, как о нём говорил лень. Матёрый человек. Причём ни звука, никто, никому не надо. Столетие было, столетие со дня смерти. О каком-нибудь звоне, гемократии будет год об этом, с самого начала года будут петь песни. Толстой говорил, беда не в незнаниях людей, а в ложном знании. Вот я убеждён, человечество по сегодняшний день руководствуется божными знаниями, человечество руководствуется, управляется невежеством и преступностью, потому что сегодня нет большего преступления, чем лишать человека самодостаточность, лишать его источник саморазвития. Причём я убеждён, я свою концепцию разрабатываю для России. Но Россия ждёт чуда, а не так, как люди. Россия всегда спасала чудо. Даже какой-то скомарок вставил гимн. Храним я Богом на сотном, двухсотном местах по негативным параметрам первые десятки по позитивным параметрам первые десятки по негативным параметрам. То есть мы конкуренты способны по потлости, по всему плохому. Мы тут впереди планеты всей. Понимаете? и вот это состояние такое, причём мне кажется, Россия, да, она не будет этим заниматься, поскольку она не в силах сегодня, она в депрессии, а бюрократия просто не уходит и не уйдёт. Израиль, вот я думаю, Израиль осуществит то, о чём я вот пишу. Почему? Потому что у него безвыходный положение, он припёрк к стенке, он во враждебном окружении, ему нельзя просто существовать. Но сколько может существовать, когда все враги врагами окружают? Поэтому они, я убеждён, станут на такой путь, что каждого своего еврея сделают самодостаточным. А что значит? При помощи Соединённых Штатов. Ничего. помощь найдётся. Помощь найдётся, пускай при помощи Соединённых Штатов. И Российский Союз. При помощи кого угодно. Лишь бы стать самодостаточным. И, понимаете, когда каждый гражданин думает о стране, думает о нации, когда каждый гражданин интеллект свой выкладывает полностью, физические возможности полностью, этот народ становится непобедимым. Причём коммунистам даже в ряде случаев удавалось и без самодостаточности. Но так убедить, например, в Вьетнаме никто не мог победить. И американцы ушли, и французы ушли, и все. Никто победил. А когда людей ещё сделать самодостаточными, которые, так сказать, к своему государству отечеству, то есть свою страну будут признавать отечеством, ведь у нас нет, друзья мои, отечества. Вот отечество славя, а где оно отечество? Отечество у того, кто самодостаточен, а не у того, который сегодня здесь, завтра там. У нас нет отечества, у нас есть родина, но нельзя путать родину понятия и отечества. Одним словом, я покусился на себялюбие, самолюбие человечества, не говоря только о России. Я объявил его в том, что интеллектуально человечество погубило философскую науку, её, в принципе, говоря, нету философской науки. Потому что философская наука, она тогда есть, когда есть диалектика, а без диалектики какая? А Сталин исключил отрицание отрицания главный закон диалектик, поэтому с тех пор, как в философии есть институты, есть институты, которые работают над тем, как укрепить бюрократическое государство. Мы им за это платят, они по-другому не могут их просто держать наружу. А проблема в том, чтобы это бюрократическое государство, чтобы его не было.